Подошла к концу экспедиция волонтеров в Зеленой Арктике на остров Фелькицкого и в районе Харасовейского месторождения. Основной задачей волонтеров на этих территориях была ликвидация накопленного экологического ущерба в Арктике. На Харасовее, где в этом году впервые проводились экологические работы, подготовлено место для зимовки моржей. В течение двух недель команда из восьми человек занималась очисткой прибережной линии месторождения, вдоль которой и располагается лезбище ластоногих, обнаруженное осенью 2019 года. Нами был организован полевой лагерь, где они комфортно проживали, питались и проводили свой вечерний досуг. В рабочее время ребята непрерывно трудились, им удалось выполнить колоссальную работу. Они очистили территорию в 300 гектар площади, с территории убрали они 180 тонн металла. Сегодня в районе месторождения уже работают ученые из научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих. Они установят фоторегистраторы на береговом лежбище, а также наденут спутниковые передатчики на моржей. На острове Велькицкого завершилась уже четвертая экологическая экспедиция. В этом году экологический десант с участием 18 волонтеров занимался расчисткой территории бывшей воинской части войск СССР, сбором сброшенных топливных бочек и бытового мусорной береговой линии. В ходе работы проведен экологический мониторинг территории острова. Собраны пробы почвы, воды и домных отложений для исследования процесса восстановления экосистемы острова. Было очищено 43 гектара территориально. Это составило 130 тонн металлического и различного другого мусора, который был собран, скажем так, на деревянные подоны. В дальнейшем это все будет вывозиться, собираться в одну большую кучу, прессоваться и готовиться к транспортировке. Эти все планы рассчитаны на 2021 год. В этом году, учитывая эпидемиологическую обстановку, отряд сформирован из числа жителей Салихарда, которым не нужно проходить обсервацию и ребят из российских городов, ранее прошедших дистанционную образовательную программу. Волонтеры из-за рубежа приехать не смогли, однако пандемия не помешала завершить начатую в 2017 году экологическую миссию. По словам координатора экопроектов Александра Мажарова, вывоз собранного металлолома с острова Велькицкого запланирован на 2021 год. Продолжение следует...